Взаимодействие работы по поддержке участников СВО, членов их семей, обсудили на межведомственной комиссии правительства республики. Возросло количество привлеченных к дисциплинарной и административной ответственности. В республиканской прокуратуре провели круглый стол. Около 40 лет он проработал в Кочегу, из них 15 руководил институтом филологии. Ушел из жизни кандидат филологических наук Асан Миншоков. Турнир по плаванию памяти героя России летчика Канамата Баташева собрал спортсменов Нивына Мыска, Белгородской области и Карачева-Черкесия. Здравствуйте, в эфире телеканала «Россия-24» Карачева-Черкесия. В правительстве состоялось межведомственное заседание Республики по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно проходило под руководством вице-премьера Ирины Гербековой. На заседании обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти с Центрами социального обслуживания населения, а также работа администрации по социальному сопровождению участников СВО и членов их семей. Министр труда и социального развития Республики Руслан Шаков рассказал о результатах работы, проделанной межведомственной комиссией. Делалось все возможное для поддержания наших бойцов. Только из республиканского бюджета на единовременную выплату и выплаты нашим семьям направлено более 243 миллионов рублей. Всесторонняя помощь оказывалась межведомственной комиссией, муниципальными образованиями, нашими общественными организациями и, конечно, самими всеми наших бойцов. Недопущение типичных нарушений антикоррупционного законодательства должностных лиц органов государственной власти и муниципалитетов. Эту тему обозначили на круглом столе в Республиканской прокуратуре. В ходе заседания обсудили методы профилактики правонарушения и преступлений, подвели итоги работы и противодействия коррупции. Подробнее Дарья Тендит. В этом году на 30% возросло количество привлеченных как дисциплинарной, так и административной ответственности как органов государственной власти, так и муниципалитетов. В части нарушения антикоррупционного законодательства – несоблюдение обязанностей, неисполнение ограничений, отметил старший помощник прокурора Республики Радмир Баташев. Вопросы противодействия коррупции систематически обсуждаются у нас в формат совершенно разный, начиная от межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции, оперативных совещаний, координационных совещаний. И, безусловно, по результатам данных совещаний принимаются дополнительные меры, направленные на эффективную деятельность правоохранительных органов в данной сфере. С информацией о проводимой работе по противодействию коррупции ознакомила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления главы Карачаева Черкесии по вопросам противодействия коррупции Елизавета Дорохина. В сфере противодействия коррупции приоритетными вопросами было осуществление постоянного мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий в органах госпластика Карачаева Черкесской Республики и органах местного самоуправления Республики, а также вопросы предстоящей декларационной кампании 2023 года. На официальном сайте главы правительства создан специальный раздел противодействия коррупции, где можно ознакомиться с информацией о деятельности нашего органа. По итогам состоявшегося обсуждения были определены меры, способствующие укреплению взаимодействия с общественностью и повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных нарушений. Также были даны ответы на поступившие вопросы участников встречи. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Свою жизнь он посвятил образованию и воспитанию молодого поколения. Ушел с жизни кандидат филологических наук, директор Института филологии КЧГУ имени Умара Алиева Хасан Сулейманович Лепшоков. Он был грамотным руководителем и пользовался большим уважением среди преподавателей вуза и студенческой молодежи. О жизни компетентного и мудрого руководителя Института филологии Алихан Лепшоков. Вся его жизнь была связана с родным университетом. Хасан Лепшоков прошел длинный путь, прежде чем стать руководителем Института филологии КЧГУ. В 1980 году окончил Карачаево-Черкесский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. В 1991-м Хасан Сулейманович прошел обучение в аспирантуре в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Александра Герцена в Санкт-Петербурге. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Нальчике и там же в КБГУ окончил докторантуру. Он сначала был заместителем декана филологического факультета, а после стал и директором Института филологии. Около 40 лет он связан профессионально с нашим университетом. Из них 15 лет руководил одним из самых больших подразделений нашего университета. Это филологический факультет, сегодня институт филологии. И во всех должностях, которые занимал, ответственных должностях, Хасан Сулейманович всегда показывал высокий уровень профессионализма и профессиональной этики. Как преподавателя его студенты любили, обожали. За время руководства Хасана Сулеймановича Институт филологии стал одним из самых больших многофункциональных структурных подразделений университета. Энергичный и инициативный руководитель внес огромный вклад в открытие на базе Института новых направлений подготовки кадров. Хасан Лепшоков проводил множество российских и международных форумов и конференций. Строгий к своей работе и справедливый ко всем именно таким он запомнился коллегам по ВУЗу. И работал он при этом не откладывая в сторону или не оставляя учебно-методическую и научную работу. Он все так же работал и со студентами, читал лекции. И административная работа у него в принципе получалась, поскольку можно судить, что филологический факультет долгие годы находился в первых рядах, получал первые места за организацию обучения, за организацию научно-исследовательской работы. Тяжело руководить таким большим коллективом с большим количеством студентов, но каждому из преподавателей, студентов он умел найти подход. Ругал, говорят, ну что ж, администратора обязанность входит и пожирить иногда тех, которые заслуживают этого. Но он всегда шел навстречу студентам. Профессиональный потенциал нашего Хасана Сулейменовича, он тоже был очень высокий. Он очень четко реагировал на все изменения, которые происходили в сфере образования. Улавливал моменты, когда что-то нужно было поменять для более плодотворной, эффективной работы. Он всегда готов был оказывать нам помощь и поддерживал наши идеи. И нам будет его не хватать, отмечают студенты института филологии. Нам будет очень сильно не хватать Хасана Сулейменовича. Я здесь учусь и работаю в институте филологии. Каждый раз, подходя с какой-то проблемой к Хасану Сулейменовичу, он всегда искал решения. Он мог и по-отцовски поругать, но одно было то, что никогда никого не давало обиду. И любой студент был уверен в том, что сможет найти в нем поддержку и помощь. Все мероприятия, которые проводил Хасан Сулейменович, проходили на высоте, потому что даже к самым незначительным моментам он подходил фундаментально. И делал так, чтобы все было достойно и на высоте. Искренность, неиссякаемый оптимизм директора института филологии Хасана Лепшокова навсегда останутся в памяти благодарных студентов и коллег. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Увидели свет две книги «Джюрегим Кюльмей де Сенсис» и «От сердца к сердцу» Марьям Баташева. Она по профессии швея, но творчество занимает в ее жизни особое место. Из раннего детства Марьям пишет стихи и выпустила две книги, куда и вошли стихотворения о природе, о родине, о матери, о любви на карачаевском и русском языках. О своих произведениях и что вдохновляет на поэзию Марьям рассказала Вестям. Когда минуты счастья, я любила сидеть в тишине и писать. Ну, с годами этих стихов мне накопилось, у меня около трех тысяч стихов вышло в феврале. Вот эта книга, да. И там вот 308 страниц, 307 страниц, и на каждой странице, ну, почти 900 стихов у меня. Ну, как проза, стихи, четверостиши. Здесь у меня 170 страниц. Пока у меня еще есть стихи. Эти стихи идут от сердца. Вот когда говорили, что от сердца, ну, это точно от сердца идут. Спорт-комплексе «Юбилейный» впервые прошел турнир по плаванию памяти героя России летчика Канамата Баташева. Участие в состязаниях приняли юноши и девушки из Карачева-Черкесии, Нивы-Намыска и Белгородской области. О спортивных баталиях на водных дорожках расскажет корреспондент Артур Мхц. Спорт-комплекс «Юбилейный» на один день стал, можно сказать, центром притяжения для поклонников нескольких состязательных дисциплин. Так, на водных дорожках бассейна увлекательный турнир памяти героя России Канамата Баташева был организован для юных плацов из Карачаев-Черкесии, Ставрополя, Белгородской области и новых российских регионов. Ребята с Донбасса и Луганской области, к сожалению, остались дома. Но и без них соревнования обещали бескомпромиссную борьбу талантов. Участники у нас приехали с Белгородской области, то есть это беженцы, сильные очень ребята. Мы благодарны, что они посетили нас, потому что не понаслышке они знают, что такое патриотизм, так как эти соревнования посвящаются лётчику Баташеву, герою России. Каждый участник турнира рассчитывал показать свой лучший результат и победить. Тем более, что в детско-юношеском спорте на первое место выходят страсть, азарт, а не соревновательный опыт. Но и о планах на будущее ребята тоже стараются не забывать. Как о спортивных, так и для души. Сколько времени занимаешься плаванием и чего хотелось бы добиться? Я занимаюсь плаванием с шести лет, и я хотела бы для начала добиться второго взрослого. Очень интересно, никогда здесь не бывал в этом крае. Очень хотелось бы побывать, посмотреть побольше. Здесь говорят красивые виды, там горы. В первую очередь вы приехали для того, чтобы посостязаться. Что за дисциплина и каковы результаты в принципе в спортивном плейте? Сегодня я буду плыть в 100 метров вольный стиль. Планирую проплыть по лучшему результату своему. Это в районе 52 секунд. К сожалению, у зрителей было не так много возможностей наблюдать за борьбой, развернувшись на водной глади, и подбадривать своих. А потому сами ребята поддерживали друг друга, гнали к финишу. Впрочем, в подобных турнирах результат отходит на второй план. Хотя не стоит исключать, что кто-то из нынешних призеров в будущем поднимется на высшую ступень крупного плавательного турнира. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Завтра в День памяти и скорби в 12.15 пройдет всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. На днях увидела свет очередная книга кандидата исторических наук Шамиля Бачаева «Первые в Карачае». В издании представлены очерки о выдающихся общественно-политических, религиозных деятелях и представителях интеллигенции, каждый из которых был первым в той или иной сфере деятельности. С автором книги встретилась Белла Джозаева. Здравствуйте, Шамиль. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с выходом вашей очередной книги. Книга — это биографические очерки, название первое в Карачае, название говорит само за себя. Книга посвящена нашим просветителям, людям первым в той или иной сфере, и сфере деятельности. Это большой труд. Я хочу у вас спросить, как вам удалось собрать такой богатый фактический материал? Ведь многие люди, о которых вы пишете, были преданы забвению. Вот узнавая эту книгу, я увидела много незнакомых фамилий. Я думаю, что эти фамилии известны только узкому кругу специалистов. Как вы находили материал? Сколько работали? Добрый день, Белла. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо, что пригласили в студию. Конечно, вопрос вообще жизни этих людей, она на самом деле во многом была предана в забвению, особенно в советский период нашей истории. Почему она была предана в забвению? По двум причинам. Это, прежде всего, происхождение этих людей, в основном, княжеского, дворянского происхождения, из богатых семей были люди. И, во-вторых, по причинам их общественно-политической и, так сказать, профессиональной деятельности в царский период, в период правления белого правительства и так далее. Люди, которые занимали какую-то должность в те годы, конечно же, в советское время, они, как сказать, вымарывались из нашей истории или же давались с отрицательными характеристиками. Ну, на самом деле, если говорить непосредственно о тех людях, 13 человек, которым посвящены очерки в данной книге, часть из них была известна, достаточно, несколько человек были достаточно хорошо известны. К примеру, там, Ислам Крымшамхалов, Исмаил Акбаев, Ильяс Байрамуков. То есть, как просветители. Почему? Потому что другие их, ну, говоря таким языком, стороны их творчества или общественной жизни, к примеру, то, что Крымшамхалов был общественным доверенным, то, что Крымшамхалов служил в императорском конвое, то, что, к примеру, Исмаил Акбаев был главным эфенди селения Тибердинского, был председателем духовного правления мусульман Карачаева Черкесии. Вот эти моменты, они в советское время не озвучивались практически, и о них не говорилось. Я попытался, даже в тех случаях, когда речь шла об известных людях, благодаря новым фактам, которые я собирал на протяжении последних, наверное, лет 15-20, дать новую оценку и дать новую, так сказать, ретроспективу вот их жизни и творчества. А многие, некоторые из этих людей, вернее, они на самом деле, ну, за исключением упоминания где-то, а некоторые вообще не упоминались. К примеру, такой человек, как Ачахмат Крамшамхалов, первый лесничий, о нем нигде не упоминалось, практически нигде нет никаких научных работ, нигде о нем не говорилось. Ислам Дудов, первый инженер, о нем упоминалось, но практически кроме каких-то, так сказать, полевых сведений, ну, чаще всего легенд, которые недостоверны были, достоверной информации практически не было. То есть, вот если так говорить, то, конечно же, о некоторых мне пришлось, ну, практически начинать работу заново и полностью пытаться восстановить биографию этих людей по документам, которые удалось найти. В архивах, начиная от Москвы, Петербурга, Ставрополь, Краснодар, Владикавказ, немножко, конечно, и наш архив, почему немножко, потому что у нас документы в основном уже советского периода, когда эти люди чаще всего, если и работали в советское время, то работали где-то до конца 20-х годов, после чего практически все были репрессированы. И кто-то был вынужден покинуть нашу республику, Карачаево-Черкесию, кто-то погиб в застенках и так далее. Поэтому работа, на самом деле, шла долго, и, конечно же, я не могу сказать, что я поставил точку, потому что некоторые моменты до сих пор не ясны, некоторые моменты из-за отсутствия материала я не могу сказать, по некоторым людям даже точно не знаем, когда они ушли из жизни. Но на сегодняшний момент, как мне кажется, и вот в этой книге я постарался дать наиболее полное представление, учитывая работы предшественников и то, что удалось мне найти, наиболее полное представление о жизни и деятельности вот этих людей, 13 представителях Карачаевского народа, которые, почему книга так и называется, были первыми в той или иной сфере деятельности в среде своего народа. Шамиль, изучая эту книгу, я поняла одну вещь. Вот все эти люди, все эти личности, они ушли из жизни рано. Как вы считаете, с чем это связано? Может быть, это связано с тем, что первым быть всегда трудно? На самом деле, да, большинство этих людей, они не дожили до пожилого возраста. Ну, максимум, насколько я вот так припоминаю, 60 и то даже, ну, 62-63. Сегодняшний день это люди даже на пенсию у нас не уходят в этом возрасте, еще активно. Во-первых, они всю свою сознательную жизнь, они занимались не только своими делами, но и делами общественными, делами народа, делами, вопросами образования, вопросами культуры, вопросами общественной деятельности, общественно-политической жизни. То есть, все то, на что уходило время, здоровье, нервы, деньги и так далее. Тратили свои средства. Еще раз повторюсь, среди них не было людей из, так сказать, бедных слоев, обездоленных. Это все были люди из обеспеченных семей, из знатных семей, из известных семей. Но, в отличие от большинства, как бы, других представителей, ну, даже своего рода, своих, как бы, родственников, они избрали для себя вот этот путь, где, конечно же, вот, отдавая все силы делу народа, и делу, так сказать, пытаясь двинуть свой народ по пути прогресса, конечно же, здоровье они свое теряли. И кто-то своей смертью ушел в район, ну, относительно 51-2 года люди уходили из жизни. Кто от болезни, а кто-то, и трагическая уже судьба, уже в советское время погиб. Кто-то в застенках репрессированный, кто-то в блокаду, как Бекмарзак Рамшамхала, вынуждены бежать и скрываться в Ленинграде. Он умер в 41-м году. Вы собрали богатейший материал, собрали, выпустили, книга есть. Как сделать так, чтобы она пошла, как говорится, в массы, чтобы... Самое главное, чтобы молодежь ее прочла, чтобы она знала о первых людях своего народа. Как это сделать, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что самое главное, прежде всего, это популяризировать их жизнь, наследие, их деятельность. Вот наша сегодняшняя передача, надеюсь, побудет кого-то из них обратиться к этой книге, изучить какие-то документы об этих людях. Почему? Потому что я стараюсь выступать и на телевидении, и в газетах, и в других средствах информации, массовой информации, в интернете, с рассказом об этих людях, как бы опробировал уже некоторые из этих очерков в печатной форме, в электронной форме. То есть, я думаю, что если человеку интересна история своего народа, если человек хочет знать подлинную историю своего народа, не легенды и сказания, которые тоже важны, но это все-таки те времена, о которых, ну, можно много что сказать и подтвердить невозможно. Здесь, если вы обратили внимание, практически 99% я ссылаюсь на документы, на материалы архивные и так далее, на литературу, которая была издана. То есть, здесь то, что можно подтвердить. То есть, я считаю так, если человек любит свою историю, он должен говорить те вещи, которые можно подтвердить, чтобы имелись полные доказательства. И это те люди, которым можно и нужно нам гордиться, и с кого нужно нам брать пример. Скажем так, если бы я не считал, что они сыграли большую роль, я бы, наверное, не взялся за эту работу, потому что людей, которые достойны, чтобы о них писать, достаточно. На самом деле, вот даже под этим заглавием, как бы, ну, практически на сегодняшний момент у меня уже 6-7 человек есть, которые не вошли в данное издание, по причине, ну, не подготовлены еще очерки, материал не собран. Я думаю, еще столько же мне удастся собрать на вторую часть. Это касается именно дореволюционного и ранних годов советской власти, то есть, вот где-то до военного периода, лиц, представителей нашего народа. Но что касается сделали, что они сделали, ну, мне кажется, если сравнить то, что они сделали, мне кажется, они двинули наш народ, ну, наверное, лет на 20-30 минимум вперед. То есть, простой пример, любую вот сейчас, если вы откроете диссертацию по истории, по этнографии, по, не знаю, культуре, литературе народов Северного Кавказа, нет практически ни одной, которая не ссылается на высказывания ислама Крым Шамхалова, которую он опубликовал в своем письме в журнал «Мусульманин», который выходил в Париже. Ну, я сейчас не цитирую, а говорю своими словами о том, что у кавказских горцев развит высшей степени культ воспитания, к вопросу которого только приближается наипросвещеннейшая Европа. То есть, он указал на то, что если у горца, может быть, отсутствует чисто научное знание, но при этом у них есть воспитание, уважение к старшим, к женщине и так далее. А те вопросы, которые в Европе только начинали тогда придавать изучению и учили молодежь этому всему. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что наследие людей, которых мы в этой книге попытались рассказать о них, оно выходит за рамки карачаевского народа, за рамки нашей республики. Оно известно и изучается не только у нас, но и в других наших регионах Северного Кавказа, по крайней мере. Поэтому для меня это люди на самом деле, в прямом смысле, если говорить французское слово «пионеры». Не в советском, как мы все знаем, а именно в прямом французском, то есть первооткрывателем. Вы упомянули о том, что не поставлена точка, что есть еще материал о пяти-шести личностях. Значит ли это, что будет продолжение? И значит ли это, что вы работаете сейчас над этой книгой? Ну, если даст Всевышний, я собираюсь продолжить эту тему и не ставить точку только на раннем периоде. У нас, например, если говорить о второй части вот этого издания, конечно, там первый журналист, к примеру, первый человек с высшим духовным образованием. То есть вот первый переводчик у нас есть, первый контрразведчик, если можно так сказать, и так далее. Ну и тогда уже можно мы переходить, можем мы уже переходить в третий, то это уже ранний советский период. То есть первый кавалер ордена Ленина, первые горянки кавалера ордена Ленина, к примеру, там первые люди, которые работали в высшей школе, первые инженера, горный инженер, вот я недавно подумал, горный инженер у нас есть, первые геологи и так далее, и так далее. То есть на самом деле отдавать должное людям, которые буквально даже вот я сегодня прочитал в газете, первые наши актеры, например, которых вы знаете, которые, слава Всевышнему, еще живы, да, вот те, кто у нас в 57-м году поехал учиться от Карачаева Черкесии. Я думаю, настало время и о них тоже уже писать. Поэтому для чего это все нужно? Ну для того, чтобы мы могли понимать и народ, наш народ и, в принципе, все народы могли гордиться своими представителями, понимать, что мы не вчера родились и не сегодня, что у нас большая история, что у нас большое наследие, и что наши предки не были, так скажем, людьми, которые ничего кроме хозяйства не видели. У них были свои таланты, у них были свои какие-то способности, они проявляли их в разных областях. Другой момент, что это не было так популярно тогда, как сейчас, и не получало поддержки государства, но, тем не менее, я считаю, что вот их судьба, их жизнедеятельность, тех людей, которые интересы народа, интересы общества ставят выше своих, я считаю, что это тот пример, которому следует следовать, которым должны следовать мы все, в частности, представители культуры, интеллигенции, общественные деятели и так далее. Почему? Потому что время проходит, а в истории остаются именно те люди, которые не самые богатые, не самые большие чиновники, а именно те люди, которые служили своему народу. Шамиль, я согласна абсолютно с каждым вашим словом и считаю, что первых людей, людей, делающих историю, надо знать. Я благодарю вас за это интервью и желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо.